Евгения Кудинова и Ольга Петрова в шоу Стань ФСБ на Голд Радио. Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, 11.00, и с вами шоу Стань ФСБ, Стань Свободным, Сильным, Красивым. И с вами я, Ольга Петрова, Евгения Кудинова и наши гостия... Аплодисменты! Я поторопила всех, но несмотря на... Екатерина Юшко! Доброе утро! Евгения, представьте нашу гостю. А вы не хотите представить гостю? Я так смело начала. Опять с утра командуешь? Я уже не успела, просто вообще не пойму, что происходит. Забыла, какая дата. У нас Екатерина Юшко, это вообще просто, я считаю, легендарная женщина. Мама шестерых детей, ребят. Цифра, цифра, шесть детей. Успешная бизнесвумен, успешнейшая. Еще человек, который пишет книгу. И в книге в этой будет написано про то, как вообще суметь совместить и семью, и бизнес. И еще при всем при этом, еще суметь написать книгу. Вы вообще можете себе представить? Ведь мы всегда с вами говорим о том, что часто, вернее, слышим то, что нужно выбрать либо семью, либо личную, либо карьеру. Екатерина выбрала все в своей жизни. Да, я вообще предпочитаю выбрать все, а иначе никак. Ну, собственно, почему все не попробовать? И это работает, получается. Да, это возможно. У вас вообще с чего все началось? То есть с самого начала вы шли по всем направлениям? Или как вообще вот это все произошло? Ваш жизненный путь. Как завязалась история? Ну, история завязалась банально. В каком-то роддоме города Москвы я появилась на свет, собственно, и понеслось. Ну, детство было у меня такое чисто пионерское, как у всех в те времена. Музыкальная школа, школа, ну и, по сути, больше ничего. Подростковый обычный период. Но я скажу так, активная я, наверное, была всегда. То есть мне надо было где-то больше всех вылезти, влезти. В институте старства потока и такая вся история. Я много чему училась, мне всегда было все интересно. У меня несколько образований. И, собственно, что мне присуще, я всегда на таком позитиве, с черным юмором. Вот. И поэтому я никогда не отчаивалась. Я всегда знала, почему-то знала, что я буду жить очень хорошо. Что мне это будет достаточно просто даваться. И что вокруг меня всегда будут хорошие люди. По сути, так это и есть. В общем, я всегда жила, кайфовала и делала то, что мне нравится. То есть сами себя запрограммировали еще там. Ну, как-то да. С чего началась ваша карьера? С какой, куда вы почти работаете? Начнем такой, да, вопрос. Какая из них? А вот прям самая первая. Самая первая. Знаете, у меня старшая дочь раньше рассказывала такую историю. Моя мама сначала была доктором. Потом она людей увольняла. Потом она чашки делала. Это я читала в телеграм-канале вашего. Вот. Собственно, да. Я и с медициной была долгое время связана. Работала в таком достаточно серьезном месте. В онкологическом институте имени Герцена. Там я провела 8 лет своей жизни. Параллельно училась. Ушла вообще в другую историю. Ушла в персонал. Работала заместителем директора по персоналу. Потом директором по персоналу. В крупных компаниях. Потом ушла на производство фарфора. Ушла в качестве директора. Это все так стремительно как-то развивалось. Потому что я достаточно активна, мне кажется. Мне кажется, у меня очень много всегда было. И вот там я первый свой дзен словила. Это в районе, наверное, 30 лет. Я поняла, что, ну, блин, 30 лет, а я уже до хрена что и делала. Ну, как-то у меня получается. А вот первая работа вы были врачом? Нет, нет, нет. Я в Герцена работала операционной медсестрой. Образование у меня фельдшерское, скоропомощное. И там я поступала, собственно, дальше. И тут нам поступил в эфир этот тот самый пресловутый один палец, Ольга Михайловна. Это значит, что мы сейчас скоро будем слушать музыку. Это значит, что мы должны вам рассказать, что сегодня мы вам зададим вопрос на эфире. И на него нужно будет ответить в комментариях в сообществе Голд Радио ВК под эфиром. И тот, кто ответит на этот вопрос, выиграет тренинг в школе сексуального образования, который мы уже второй раз разыграем. Это очень хорошая школа, да, и там разные есть тренинги. Не надо, вот кто-то, может быть, там сейчас слушает и хихикает. Хихикать не надо, потому что там есть разные тренинги. Они очень, есть психологические, есть не очень. Кому что нужно, там огромный спектр. И вообще очень, Ольга Михайловна, там была. Везде была. Тренингов посетила, а сейчас мы слушаем музыку. И скоро будем выигрывать. И мы снова в эфире. Шоу «Стань ФСБ. Стань свободным, сильным, красивым». Программа, которая мотивирует и наши гости Екатерина Юшко. Красивая, стильная, реализованная женщина. Сильная, свободная. Это естественно, просто все, все вместе. Екатерин, вообще вот начали хорошо. Вы сейчас руководитель, правильно. Какие самые главные черты, вот вы, кстати, по-моему, в своем даже блоге писали, должны быть у руководителя в первую очередь? Ну, слушайте, у руководителя по отношению к подчиненным. Да. Ну, тут, знаете, как у меня, мне даже интересно было, как про меня говорят мои люди. Наверное, это умение слушать, умение, ну, это должна быть какая-то выдержка, наверное, терпение, ценить их профессиональные качества, чувство юмора однозначно. Вы строгая? Очень. Ну, потому что я, как меня, называли всегда ведьмой. Ну, наверное, меня тоже так называют, я боюсь, что даже... Ну, правильно называли. Я боюсь, что даже и не так меня называют. Ну, там просто у нас курилка находилась все время под, ну, вот прям вот возле окна, я так окошечко иногда открою, что столько всего нового узнаю. Слушайте, я тоже, вот мне тоже иногда хочется прям взять, послушать, а что они вообще говорят? Ну, ну, как бы я думаю, что да. Ведьма это прям комплимент был бы, наверное. Я строгая, но при этом я поржать люблю, ну, всегда. Но справедливая? Стараюсь быть, стараюсь быть справедливой, и чем старше, тем больше стараюсь. А домой это переносится? Вот вы, переходя порог дома, вы все еще руководитель, или все-таки возвращается женственность, мама там, ну... Ну, слушайте, вот это сейчас дети мои слушают, конечно, простите, дети, но я нифига, нет, я не добрая. Ну, это честно. Ну, честно, да, я строгая. Нет, ну, я нежняшку там включаю, малыши вот эти, они прям у меня. Но меня сын, например, называют мать. Ты чё, мать? Ну, я из дома строгая, потому что как-то мне надо их построить, наверное. Но я их всех очень люблю, прям очень-очень. Это мне ребенок говорит, мам, почему ты ругаешься? Я говорю, ну, потому что я люблю это. И я недавно что-то ворчала на них, он, мама, ты сейчас любя? Я говорю, да. Ну, да, примерно так же. Он мне говорит, ты же меня любишь. Я говорю, люблю. А чё орешь? Екатерина, а сколько лет вашим деткам? Ох, они у меня в ассортименте, да, 21, 18, 13, 11, 5 и 3. Вы всегда мечтали иметь много детей, или это вот как-то само так сложилось? Я вообще не мечтала иметь детей. Я всегда говорила, что у меня их не будет, маме. Я говорила, вообще, дети, это не мое. Двух детей, когда я родила, я решила, что всё это точно не мое. А младшему сколько? Три, вот будет четыре в декабре. Что это точно не мое. Самое трудное было решиться на третьего. Как произошёл четвёртый, не помню почти. Но как-то это случилось в непогодке. И до сих пор я думаю, что это вообще про меня? Это серьёзно? Как это произошло, да? Да. Ну, странно. Это вообще странно. Я, кстати, понимаю вас. Да, мне кажется, у меня бы тоже так было. Ну, то есть я не скажу, что я прям мечтала всю жизнь, шесть детей. Вообще не мечтала, нет. Вот мне кажется, вот так вот интересно, да, вот у вас, то есть вот так жизнь сложилась, что вы как семейный человек реализовались, вы многодетная мать, это можно отдельную тему посвятить, да, и в карьере вы реализовались. Сейчас вы пишете книгу, да, где вот всё это описываете, рассказываете, чтобы поделиться опытом девушки с вами и, может быть, даже с мужчинами. Как вообще так можно, да, вот такую гармонию достичь? Ну, просто посмотрите. Ну, изначально вы же не были, Оль, извини, да, изначально вы же там не было такого, что вы там, допустим, вам 17 лет и вы такая, так, у меня будет шесть детей, вот я тут добьюсь карьере успехов. Ну, то есть вы же просто как-то плыли по течению, да, занимались любимым делом, как-то пытались себя почувствовать, да, как-то вы менялись постоянно, да, и вот у вас такой результат. Слушайте, я определённо менялась, когда мой супруг со мной познакомился, я носила ботинки доктор Мартинс, у меня было 2 сантиметра длины волос ярко-синего цвета. Ну, наверное, я чуть-чуть изменила с того времени, вот, и, конечно, детей нет, точно нет. А потом как-то да, но это муж, он меня как-то так проводил, если бы не он, наверное, их точно бы не было, всё-таки, секс точно был 6 раз. И вот по поводу мужа и мужских имён, сегодня у нас, знаете, какие именины, Макар, Осип, Антон, Исааки, Александр, Лев, Иларион, Моисей, поздравляем вас с именинами, и в честь этого послушаем музыку на Голд Радио ФМ, в самом золотом, в самом лучшем радио на свете, Ольга Михайловна. Танцуем, тэнс-тэнс. Стань свободным, сильным, красивым. Шоу «Стань ФСБ» на Голд Радио. На Голд Радио, радио вашей души, снова в эфире мы. С вами я, Ольга Петрова, Евгения Кудинова и Екатерина Юшко. Руководитель, мама шестерых детей, автор книги, вот так вот. Красивая венечка. Да, человек, который вот сумел делать всё, да, 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 да. Очень интересно, нам Екатерина в конце расскажет, как она это сделала. Готовьте, будем записывать. Екатерина, ну вот по карьере, да, интересно, вот после больницы, да, вы были, вы работали с персоналом. Да. А как вообще вот потянуло, почему персонал? Ну, так как я закончила университет по профессии психологии управления, вообще я профессиональный манипулятор, вот, с красным дипломом, вот. И, соответственно, тогда HR, это было, ну, прям на пике моды, да, в те времена. Ну и что, ну, пошла я, и это классно у меня получилось. И действительно я делала классные вещи, и всегда подбирала топчиков самых таких, и у меня это получалось. А оттуда куда? Оттуда это была большая компания, которая была дистрибьютором алкоголя, и, собственно, у собственника компании была супруга, которая приобрела фарфоровый завод. И я ушла туда, да, да, и я ушла на фарфоровый завод, на замгенерального директора, собственно, но и задача наша была обновить штат. Средний возраст, когда я пришла на завод, был в районе 73-60 лет, да, и их там было очень мало. Перед нами стояла задача внедрить молодежь в производство, что-то придумать, ну, и мы придумали. Мы поехали в Ивановскую химико-технологическую академию, начали искать там новые кадры, организовали этим кадром общежитие, и дети, будущие начальники цехов и производства вот этого, приехали к нам, стали работать, стали делать, стали делать классный фарфор. А не страшно вообще вот брать на себя такую ответственность? Вот вы так вот, как-то прям у вас, да, вот, ну... Слушайте, ответственность страшно брать тогда, когда ты не до конца понимаешь, что ты делаешь, да? Ну вот... То есть здесь образование всё-таки играет? Ну, конечно, образование и интуиция, сто процентов. Потому что, ну, не каждый человек, да, будет руководить, кто-то будет специалистом там низшего уровня. Ну, Екатерина такая красивая фраза есть. Он будет вовсе бумажки прикладывать, там, оклад получать, и не будет даже мечтать о том. А если ему предложат, да, что-то вот такое... Слушайте, я не боюсь ответственности и риск, да, ты понимаешь, что это в любом случае риск. Как это, как вот, что за качество личности должно быть, что такое воспитание, что должно быть, чтобы человек не боялся вот брать... А какой смысл бояться? Лететь высоко. Тогда ты ничего не добьёшься. Ничего не получится. Ты не узнаешь, получится или нет, пока ты не попробуешь. Ну, кто-то-то боится вообще попробовать. Ну, зачем? Вот я всегда скажу, почему... Я не знаю, я хочу разгадать, ребят, хочу разгадать. Надо попробовать. Я вот всегда говорю, что второго шанса попробовать, наверное, вряд ли нам предоставится. И хочется, попробуй, не уверен, подучись. Если страшно, всё равно надо попробовать. Подучись, попробуй, попробуй. Почему нет? Не сделаешь шаг, ты не узнаешь. Я фанат работы и перфекционист. Да. Я вас цитирую, да. Не мешает это вообще вот по жизни? Перфекционизм по жизни, конечно, мешает, да. Так же, как и гиперконтроль. Но кому? Мне нет. Тем, кого я контролирую, да. Ну, знаете, вот ты, когда ты что-то делаешь, это должно быть вкусно, качественно, да, чтобы вот... Ну, это я так думаю. Вот должно быть прям хорошо. Либо сделать, либо не делать. Да, делай хорошо, плохо само получится. Супруг, мы так всё время, говорит, поддерживаю его в этом. Мне не мешает. А фанат работы, вот работа должна нравиться, да, чтобы вот встала и хотелось пойти. Я вообще ни разу не ходила на работу, где мне не нравится. Вот тоже. Зачем? Туда ты идёшь, где ты ненавидишь начальника, там какие-то сидят душные. Ну, вот сегодня мы кофейку хотели попить, да. Зачем ты пришёл на работу, если ты не умеешь разговаривать? Ольга Михайловна, триггериться у тебя. Я не могу, я пока вот, ну, у меня боль. Утренние истории. Нет, ну, я вот действительно так сложилась, что я на каждой своей работе кайфовала и очень её любила. Я просто люблю еду, а сегодня, кстати, день еды. Не забудьте себя побаловать. В отличие от тебя, я думаю о тёплых носочках, потому что сегодня день тёплых носочков. И вообще я люблю уют, вот поэтому у нас сегодня вот такие вот фигурки. Не надо это двигать, сейчас поломаешь всё. А ещё сегодня ракеты не запускают. Вот, сегодня ещё ракеты не запускают. Носки тёплые, ракеты не запускают. Ольга Михайловна не голодная сегодня ест, она будет повод поесть. И повод послушать музыку. И снова мы в эфире. С вами я, Петрова Ольга, Евгения Кудинова, Екатерина Юшкой. А я хочу всем напомнить, что вышел наш свежий номер журнала ФСБ. Стань свободным, сильным, красивым. У нас на обложке Айван. Айван со своим новым альбомом Неформат. Почитайте, обязательно купите. А на другой стороне Юлия Киселёва. И мы представляем новую коллекцию одежды. Которая, кстати, когда у нас будет 30-го? Кстати, 30-го октября будет просто шикарный показ новой коллекции одежды Юлии Киселёвой. И мы там будем. Да, и мы там будем. А чтобы купить журнальчик, можно зайти на Азон, найти наш магазин. И приобрести. Написать журнал Freedom Strength Beauty. Вообще, где угодно написать, в любом поисковике. И всё вы увидите. Купить несложно. Найти несложно. Она сегодня Юрий Юрьевна такая прям это. Я хочу вернуться к Екатерине, Ольга. Вот любишь ты на себя внимание переключать? Екатерина. Фарфор. После фарфора был X-Fit. О, X-Fit был. И там вы были диетологом. Да. И тоже добились успехов. Слушайте, да. С X-Fit история вообще банальная, на мой взгляд. Я пришла в X-Fit худеть. Худеть. Я бросила курить. Набрала так чутко, чутко килограмм двадцать лишних. Вот. Пришла, собственно, худеть. Встретила там совершенно классного диетолога. Маргарита. Привет. Вот. И она меня влюбила. Влюбила в эту историю. В то, как она вообще со мной поработала. Как она... Ну, я, в принципе, была замотивирована. Но она вообще прям на каждом шагу вот пинала так, как надо. И мы с ней потом, ну, достаточно так близко общались. Я говорю, слушай, я тоже так хочу. Но так как все-таки медицинское образование имеется, надо было подучиться, переучиться. Ну, а мне что, захотелось. Собственно, да, так я туда попала. И было классно. У меня были самые высокие чеки. У меня было большое количество людей, которые странили вместе со мной. У меня есть чем гордиться в этом смысле. Я их всех очень люблю. И у меня был потрясающий руководитель. Аня Фрамазова. Она просто вот таких... Вот у нее надо учиться. Это просто женщина. Это руководитель. Руководитель. Это человек, который дает свободу, свободу мысли, действиям, которые поддерживает, направляет. И она очень вкусная женщина. Вот она прям такая, знаете, энергетика женская. То есть вы впитали в себя? Да, я впитала, безусловно. Ну, а там я все-таки продажник. Вот прям продажник-продажник. И поэтому пошло. И одновременно со всем этим, вот с вашими карьерными переменами, у вас была семья. И она у вас увеличивалась. Увеличивалась, увеличивалась, увеличивалась. И шесть детей, это не шутка вообще. Вообще не шутка. Да, действительно. Как вообще это возможно было совместить? Ну, слушайте, старшие дети, это, честно, мне помогала мама. Тут вообще без вопросов. Она жила у нас пять дней в неделю. А на выходной уезжала отдыхать от нас. Господи, это святая женщина. Вот. Мальчики. Мальчики уже были. У мамы случился первый инсульт. И как-то я уже в большей степени сама с ними проводила время. У меня появилась домработница. Это было у счастья. Вот. Но, опять-таки, мама еще как-то иногда помогала. У меня есть родственники, которые тоже помогают. Это, ну, как-то так, как-то так вот шло-шло, дети, домработницы, няня. Как говорится, будет день и будет пища. Да, собственно. Где-то что-то... Да, да. Все как-то оно само по себе происходит, да, там. Ну, вот двое детей там у тебя, а у меня просто на три умножить. А ты вот верующий человек? Я верю, что что-то свыше есть. Что-то свыше помогало, скорее всего, правильно? Слушайте, ну, однозначно да. Я вот точно... Подкидывала. Я точно фартова этот, сто процентов. Подкидывала людей, возможности, какие-то ситуации. Правда, Оль? Мы с Олей вот тоже знаем, что есть что-то свыше, потому что бывает ситуация, ну, вообще непонятно. Да. Это сто процентов. Такие ситуации. Раз. Сидит, спокойно так рассказывает. Нам посмотрели такие. Ну, девчонки, ладно, давайте, подкинем им, да? Это вот всем на заметку, это для тех, никого не хочу обидеть. Честное слово, но когда человек сидит, говорит, ну, куда я пойду? У меня там ребенок, у меня двое детей, у меня муж, у меня вот туда ехать, вот там долго идти, туда-сюда. Нет, я вот-вот сижу в своем мерке, да, у человека шесть детей, красивая, она просто потрясающе выглядит и развивается. Мне показывают палец, а мы что-то делаем. Мне просто понравилось, как мне показали, я решила. Красивый баникюр, в ромашке там у нее красивые, да, я даже не заметила палец. Ну, тогда говорите. Ну, что говорите? Не, я сбилась, давай уже договариваю. Я уже договорила, я уже столько комплиментов сказала. Тогда я пошла танцевать, у меня все-таки красивые, замечательные были. И не только блондинки, просто, я не сказала были. Была. Я была, есть и буду. БПЛА, может быть, можно сказать, БПЛА. Она была БПЛА. Стань свободным. Ну, в эфире, у нас тут такие, чуть не заговорились у нас тут девчачьи разговоры. Заговорились, уже мы обсуждаем внуков, кто будет сидеть с внуками. Я не буду. Ребята. А как? Ну да, вот так вот. Мы просто хорошо сохранились, в холодильнике живем. Ольга Михайловна говорит, не будет сидеть, а мы не будем. Я не буду. Я не буду. А Ольга будет, а мы не будем. Что это? Ну, ты вот будь, потому что мы сказали, что мы не будем, а ты нас осудила. Я же видела твой взгляд. Если я на вашем треумолчий, ты не знаешь. Ты осудила нас. Ты нас осудила. Я просто сказала, что поживем, увидим. Ну, я видела, как неодобрительно зыркнула. Прости меня за мой французский. Ну, ты же прям посмотрела так. Мы продолжаем. Мы продолжаем с Екатериной рассказывать там пока про карьеру, или мы все заканчиваем карьеру, и немножко поулыбаемся наконец-то. Давайте поулыбаемся. Давайте поулыбаемся. С чего улыбаться будем? Я могу просто на задурочку примут просто. Ну, нет. Нет, давайте вот про... Вот я хочу все-таки вот понять. Давайте вот самое вот это главное. Вот сейчас у вас, мы не проговорили еще, у вас сейчас другая уже работа. Да. Да, это семейный бизнес. Это да. И вы там развиваете его. Да, я... Ну, как получилась история? Пару лет назад супруг принял решение, что мы... Ну, достаточно долгое время он продавал итальянское оборудование в отопительной, ну, в сфере мы работал. И когда вся эта история с санкциями, с войной произошла, к нему пришла идея сделать что-то свое. Идея пришла. Бренд сделали. Класс. Все, начали, но как-то так, немного вяленько. Вот, я говорю, слушайте, ну такая идея классная вообще, надо что-то... И тут пришла Екатерина и его раскачала. Хочешь, говорит, на, делай. Ну, мы, собственно, и начали делать. Я нашла себе очень классную, очень классную девочку-маркетолога, с которой мы, собственно, все это разворачиваем, все это красиво, масштабно очень, амбициозно. И да, мы это делаем. И вы пишете книгу. И да. И да. И в какой-то... Сами? Да. И в какой-то вечер я решила... Ну, сами сидите. Да. Сколько времени в день вы тратите эту историю? Слушайте, в день. Я просто писала, знаю. Дай бог, если ты к этому раз в неделю доползешь. Ну, а может быть так, в течение дня тебя что-то накрывает. Это как со стихом, да, у тебя. Ты сидишь такой, хоп. Ну, вообще писать нужно даже не обязательно, когда накрывает. Потом поняла, когда начала писать, поняла, что я ничего писать-то не умею, пошла на курсы писательского мастерства, там преподаватель из Лит-Института. Сказала мне, что я вообще не писатель, я вообще, простите, лох. Как поэт, а меня тоже он просто растоптал, проанализировав пару моих стихотворений. Но я ему очень благодарна. Он мне просто открыл глаза, потому что когда вот мы выкладываем, мы там нам, подружки, ой, такой талант, это же все, ну, непрофессиональные мнения, да. Вот именно мне был интерес, когда профессионал мне сказал, ты ноль. Просто, типа, вышивай лучше. Мне надо учиться. Я пошла учиться, и я стала получше. Слушайте, ну да, у меня есть команда, безусловно, которая работает над книгой. То есть это не я одна, нас там много, порядка 13 человек. Книгу уже, идею куда-то получилось продать или в процессе? Или вам вообще наплевать, вы будете сами издавать ее, если не секрет? Нет, 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 нет. Мы, конечно, работаем уже с командой, которая это делает вместе со мной. И сначала я думала, это такое, знаете, семейное наследие, семейное, ну, дети потом почитают. Да, да, да. Пять экземпляров напечатают, шесть, господи, прости, шесть, и все. Шестой, ребеночек, не обижайтесь. Потом, или первый. Потом, значит, мы что-то так подумали, подумали, послушали. Может быть, это интересно, а потом люди говорят, слушай, Кать, ну, это надо рассказать. Это вот прям интересно. То, что ты вот хочешь, давай расскажем. А давай расскажем. Ну, и все, собственно. А давай, у нас все просто и очень быстро, главное. Давай, ну, погнали. Ну, вот и гоним. Надеюсь, что к апрелю дадим уже готовый результат. Но книга, это же не только книга, это целый масштабный проект. Это целый проект, конечно, да. Это тоже я поняла, когда Ольга на меня посмотрела. Я на вас немножко выкину в психологию, да. Самый главный ваш навык, который вы... Слово «нет». Слово «нет». Меня оттыкнули пальцем. Я не виноват, мы только разговоримся, нам показывают. Вы придумали, что вы будете спрашивать? Нет, ты придумала, пока я... А она придумала про «нет». Я придумала про «нет». Нет, а? Так, мы пока будем думать «нет» или «нет» или «да». Сегодня, да, я вам скажу, сегодня день, разные праздники. Сегодня вот такой вот очень тёпленьких чего-то день. Чего тёпленьких... Надо послушать в одном из наших выходов в эфир. Сегодня день тёпленьких чего-то. Вот кто напишет, что это в комментарии под... Кто-то пойдёт сексуально образовываться. Эфиром, да. Образуется на любую тему. Мы вам целый список дадим, вы выберете. Нам можно не говорить, но образоваться можно точно. Давайте уходим на музыкальную паузу. Не переключайтесь. Стань свободным, сильным, красивым. Шоу «Стань ФСБ» на Голд Радио. Замедляемся. Голд Радио. Снова в эфире. Всё, я вернулась и всё. Мы уже потанцевали очень быстро, моментально, поэтому... Что хочется сказать, девочки? Закругляемся. Очень обидно, печально, потому что много чего не рассказали, только начали ха-ха, поэтому быстренько давайте в позитив возвращаемся. Мы не вернем. Мы переждём книгу Екатерины. Это обязательно. Книгу ждём, да, где узнаем все её секреты. Екатерина. Самый главный секрет нужно узнать. У нас есть 4 минуты сольника вашего, где вы говорите о себе. Рассказывайте. Может, у вас есть какие-то инфоповоды? Поделитесь, пожалуйста, секретом ведьмы, как быть такой красивой. Я реально прошу. Как всё совместить? Как вообще? Ну, я просто не знаю. Вот как вообще такого результата у вас добиться? Потому что вопросов к вам море. Вы прям говорите, что в голову приходит. Прям говорите. Всё как будто даже не в попад кажется. Просто говорите. Слушайте, а мне кажется, тут всё понятно. Просто надо кайфовать от этой жизни. Ну, ладно вам. Вы вообще классно выглядите, поэтому у вас всё нормально. В чём секрет? Да нет у меня ни секрета. Это вопрос в том, что нет времени хреново выглядеть. Ты же не можешь на работу с грязной головой прийти? Нет времени хреново выглядеть. Она ходит. Она ходит. Да нет. Тебе со мной ещё целый день ездить. Это шуточка. Шуточка. Дети стимулируют однозначно, да? Ну, я сейчас прихожу в сад. Это что дети наоборот. Ну, типа женщина говорит, я мать, мне некогда с собой заниматься, поэтому я там условно. А я секси-мамочка. Секси-мамочка. Ну, господи. Нас порвут, я же матери. Я же мать. А, ну, я же секси-мать. Да, я чувствую уже волна хей. Пошло, да? Игулки ввода вот эти в куку. Да, волна уже пошла цунами. Хочется, знаете, у меня девчонки же старшие. И они такие офигенные, да? Хочется, блин, с ними быть. Самое, кстати, прикольное было, когда Злате было лет 19, мы с ней идём по торговому центру. Она мне такая, мам, смотри, какая у парня жопа классная. Я такая, ага. Потом такой, чёрт, это же дочь. Чёрт, вообще, спалилась. Нет никакого секрета. Но да, я всё время на диете, там, я стараюсь малые булки есть. И на обучение. И на обучение. Обучиться, подучиться. Да, это вот, да. Я заметила у вас. У меня реально нет премии. И проблема пойти подучиться. Вот всё-всё-всё, что со мной происходит, это всё вот так, как я живу. Об этом... Это какая-то жажда жизни изначально, да? Я безумный фанат. Вот не у всех людей. Безумный фанат жить. Какая-то, знаете, унылая вот эта на букву Г, да? Нет. Сын, ваха. Я буду таблетки пить, антидепрессанты. Ой, а дышки тоже были в моей жизни. Они мне тоже помогли когда-то. Вот у меня нет ничего плохого. Если что-то делать. Да, да. Но, собственно, вообще, в принципе, я с рождения люблю эту жизнь. Вот прям кайфую от неё. И про всё про это я, собственно, в своём блоге и рассказываю, делюсь. Я считаю, что она домой. Иногда вот наступает. И вот упал такой, да, полежал. Можно там сплакнуть, печеньку съесть. Мороз. Мороз. Слушай, Саша, Иванов будет мне недовольче, что ты ворона поставила ему на голову. Сашка, прости, Саш, я тебя обожаю, честное слово. Она поставила чёрного ворона ему на лицо. А я всем советую найти Сашу и послушать его новый трек. Кстати, он недавно выпустил. Настолько споёт. Я нет, я могу только танцевать. Ребят, я профессиональный танцор, только вот, опа, танцор диска там. Профессиональный? Да. Серьёзно? Ты всё не в курсе? Ни разу не показывала нам танцев. Взяла, как бы, и танцевала. Просто спалиться прям сразу. А вот у меня спинка болит, понимаешь? Вот тот паспорт поменяла и посыпалась. Можно говорить Екатерине. Ну что, что хочешь сказать? Я просто действительно хочу всем сказать, чтобы, знаешь, как Бузова, кайфуйте, жизнь одна. Ну реально, бля, правда. Просто все что-то посмеялись над ней, а это вот лозунг, правда. Хочется, чтобы все вот радовались, были счастливы и не боялись, главное, этого. Вот не надо бояться. Мы сами себя ограничиваем от всяких радостных моментов. Надо просто жить. А я напоминаю вам, что наш эфир проходит каждый четверг в 11.00. Шоу «Стань ФСБ». С вами всегда я, Ольга Петрова, Евгения Кудинова. Наши гости приходят и мотивируют, вдохновляют вас своими историями. Чтобы вы не сидели на попе ровно, а вставали и несли свои попы вперёд. Работать, трудиться, быть красивыми, счастливыми, успешными. На меня просто смотрят и выключают телефон. И вот как правильно сказал Екатерина, не бойтесь быть счастливыми. Не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь от того, что мы позволили себе быть счастливыми, нас не накажут. Вот есть такой страх. Это точно. Типа сегодня, если я буду радоваться или что-то хорошее возьму в свою жизнь, то завтра я буду плакать. Есть такая популярная история. Нет, завтра ещё больше радости. Если у вас есть шанс, нужно пробовать. Потому что завтра вы будете сидеть и думать, а что если бы, а вот этого уже не повторится. Поэтому девчонки, мальчишки, во-первых, мы ждём ответы, кто у нас будет там сексуально... Озабоченный. Озабоченный. Это, кстати, неплохо. Продвинутый. Это круто. Это круто. Я вот уже продвинутая, озабоченная. Больше ты несёшь вообще. Давай заканчивай. Фигню всякую несу, потому что я всех люблю. Объявила ты, кто у нас на следующей неделе будет. У нас будет патя Сулейманова, владелец спа-салона. Масса. Поговорим о релаксе. Мы будем говорить про спа и вообще про бизнес. И вообще это будет очень-очень такой комфортный, такой вкусный, классный эфир. А я хочу ещё раз сказать спасибо, Екатерина, было очень круто. Спасибо вам. Это немало. Вы классные. Мы тем больше. Это не просто комплимент. Вы реально крутая, замечательная, красивая. Прямо хочется разговаривать. Всё, нас прогоняют. Я говорю всем лав и до следующей недели. А к нам летит. А, друг мой летит. Всё, дружочек, я так скучала. Нам прилетел чёрный ворон. Ну как-то ты его плохо.